Бахридин Джалулов является информационным партнером энергетического напитка King Kong Energy. Большой такой, знаешь, презент от компании Аймфайтер. Тут коробка открыть его? Это будет очень хороший бой. Высококлассный бой, как говорится. Мы боремся с дороги в Москву. Мы с Гереме Книн Бачара, Ахмати Калон. Мы с Гереме Книн Бачара, Ахмати Калон. Лучший турнир 2023 года. Два непобежденных бойца встретятся в клетке. В незнающей поражении Надежда Эмамэй Таджикистана Дарабшон Аботов против ученика легендарной школы Абдулманапа Нурбагомедова Мурада Беларова из Дагестана. Также в карте Марив Бираев против Максима Буторина. 10 ноября. Лайв-Арена. Москва. Всех приветствую, друзья. Ассаламу алейкум. Сегодня находимся у нашего брата в барбершопе Мистер Дон. И чаще всего люди спрашивали, наши земляники спрашивали, когда будет возвращение Дараба Наботова. Дарабжон, ассалам алейкум. Алейкум ассалам алейкум. И вначале хочу вот лепту добавить. Сейчас многие скажут. Мы будем говорить на русском, чтобы нас понимали все. И наши братья на Кавказе, и в Средней Азии, в Казахстане там. Все, кто говорят на русском, чтобы нас понимали. Если бы мы знали английский, то говорили бы на английском, правильно? Да, конечно. Поехали. Поехали, брат. Дарабжон, мы почти год тебя не видели в октагоне, на ринге. Ты нас не радовал своими боями. Что случилось, почему? Более подробно. Это знаю. Более подробно расскажи, пожалуйста. Если честно, у меня были какие-то травмы, я их вылечил. И учеба у меня была последний год. Отучился, закончил, диплом получил, вылечил все травмы свои. И вот вернулся уже четвертый месяц на сборную, нахожусь, готовлюсь к бою. Осталось всего лишь чуть-чуть, 10 дней до боя. На кого ты учился и какой диплом ты получил? Я учился на юристом и синий диплом получил. Не красный, к сожалению. Почему на юристом? Просто тело был такой, что ты в какой стране живешь, как бы хотя бы знать, какие права у тебя есть. Я учился, если честно, на юристом. Как говорится, за спортом. У меня хотел как бы не стать там, не был стать такой адвокатом или хорошим юристом. Просто я хотел такой спортсмен стать. И получилось то, что второй вариант всегда должен быть у человека. Спорт, она не застрахован никто. Все правильно. Расскажи, пожалуйста, в какой момент в твоей жизни ты выбрал спорт? И кто стал инициатором того, что ты пошел в спорт? Я с детства боролся по больни. Где? В Душанбе. Ты в Душанбе жил? Да. Я в Душанбе воросил. А, а слива там да где? Ай, тучик истон, ай, оба. Не, аслива там. Тайвилдара, ай, вахио. Вахио. ВВЗ, ай? ВВЗ. Да, я Душанбе, калышкам. ВВЗ вахио. Чичто тучик и тучи. Правильно. Мы разбили на мигне. Тучик и тучи. Дальше чей? Бад. Вольный. Маш, когда у меня до сих пор. Каландар. Каландар завершил тренер был до Зурхуна. Большой чемпион. Большой чемпион. Короче, с русского перешли на таджикский. Ну, с детства занимался голем борьбы. Потом закончил школу, переехал в Россию, в Челябинске. Ага. Здесь выступали. Там Давлад Шапонов выступал на чемпионат России постоянно. Конкуренция была очень высокая на чемпионат России. И он говорил всегда, борись, борись. Приедешь сюда, потом научишься. Оттуда как бы в сборную России попасть очень тяжело. Тебе надо хорошо бороться, научиться бороться. И в итоге я смотрел большинство просто на Давлада, если честно. Он тогда... То есть Давлад тебя вдохновил, чтобы ты пришел в ММА, да? Да. А так, у меня, если честно, до этого не было желания, чтобы стать спортсменом. Я просто хотел учиться, быть образованным, как бы, парнем. И потом перешел по ММА, смотря на него. Слушай, у вас какая разница в возрасте, Давлада? Четыре года разница. Четыре года разница. Да. Слушай, а что он добился по любителям, что ты добился по любителям? Ну, намек понял, да? Ты превозошел его по регалям? Я скажу. Как есть. Как есть. Чтобы неуважения не было. Как есть, так и скажи. Многие сейчас подумают, что такой, знаешь, вопрос такой провокационный. Ни в коем случае. Когда-то Хабиб тоже хотел равняться на Федора. И можно сказать, что он превозошел. Всегда люди, которые хотят на кого-то равняться, они превосходят. И это очень хорошо. Я уверен, что Даллад Манчупон врат этому. Не, он, если честно, он единственный человек, который… Я постоянно у него учился, устучился. И до сих пор, как бы, всегда помогаем друг другу. А сейчас у него травмы были. Поэтому он отсутствовал на этой подготовке. А так, постоянно я ему помогал в подготовке. И он меня, как бы… Поддерживает. Да, такого… Как-никак. Он старше меня. Мой старший брат. Дороб Джон, для тебя небольшой такой, знаешь, презент от компании Аймфайтер. Вот. Тут коробка открыть его? Открыть. Да, посмотрим. Братья посмотрим. Так, бейсболки, перчатки. Вот тут вот много, так знаешь, белья разного, тут футболки. Короче, тебе подарок от Аймфайтер. Благодарю. Давай продолжим. У тебя 10 ноября бой YMC Fight Night. Что ты думаешь об этом противостоянии? Соперник известен. Мы знаем, кто, что. Что могу сказать? Соперник хороший, тоже без поражений, если не ошибаюсь. У нас одинакий рекорд. 7-0. Да. Будет очень хороший бой. Даже высококлассный бой, как говорится. 3-4 соперника отправил. Просто принимать бы, выйти уже и показать себя. Давно не был, как бы не дрался. Поэтому хотел бы поскорее хоть кого дадут, чтобы подраться. Кстати, хочу отдельно отметить. 3-4 соперника нам предлагали. Мы ни от кого не отказались. И практически выступление Дороба на данном турнире было, знаете, на грани срыва. Спасибо большое, что Мурат Беларов принял этот бой. Этот, я считаю, что... Кстати, Камиль Гаджиев мне позвонил. Мы поговорили об этом. Он говорит, бах, я считаю, это шикарный бой. Дороб, расскажи, пожалуйста, как вы принимаете решение? Я знаю, что у тебя есть команда, которая принимает, которая говорит, когда выступать, в какой лиге выступать и против кого. Я уверен, что в данном противостоянии тоже команда принимала решение. Немножко расскажи о своей команде. Мы все решения принимаем с команды. Мы обсуждаем все моменты и принимаем решения. Я сейчас в данный момент тренируюсь в Москве под руководством Артура Ахмедова. И, конечно, есть братья, которые я давно с ними знаком, как бы тренируюсь. И команда, и старшие братья. Акай Фарух, тренер, и Нуруло Алиев, там, Даула Чапонов, Амир Валбов. Ну, мы вот это все вместе собираемся, обсуждаем вот этот момент и потом принимаем решение, как бы все принимаем одно решение. Кто у тебя в день боя будет в углу? В углу у меня, конечно, будет мой тренер Артур Ахмедов. И мой углобов будет. И, надеюсь, старший брат Далак приедет, углобов будет. Самандар Муродов, а не будет? Посмотрим, будет. Он, Самандар, все свое, как бы, все, что можно было на подготовке, он помогал мне. Все, как бы, свои знания отдали мне. Вот осталось, как бы, выйти уже, показать вот это все. Но, Роб, я помню твой бой, к сожалению, у меня не было в данном турнире, когда ты выступал на турнире АМС Fight Nights. Это был 22-й год, начало, да? Январь был. Да. Вот я был на чемпионате мира. Ты меня оставил и уехал. Причина была уважительная, брат. Да. Чемпионат мира Аймов. Вот. Помнишь ту саму атмосферу? Да, помню. Конечно, атмосфера была очень заряжена. Как бы, наши земляки, как всегда, они поддерживают на высоком уровне. Как говорится, наши болельщики, наши братья, они всегда номер один в мире. И, не спорно, даже в ЕСЕ, вот последний турнир, все доказали, что никто не равнится, чем наши болельщики, наши братья. Отлично. Отлично. Кстати, хотел бы отметить, друзья, кому нужны будут билеты на данный турнир, я их оставлю здесь. В одном из филиалов, мистер Дон, в городе Метищи, еще в другом филиале, это город Москва, рынок Дубровка. Кому нужны будут билеты, вы можете там приобрести или онлайн. Номер телефона оставил в музею. В общем, тебя заряжает атмосфера, когда наши земляки... Кстати, ты был на последнем турнире AC, в которой в Москве была? Как тебе тогда атмосфера была? Я же говорил, атмосфера лучше, чем ее вести была, если честно. Там взорвался в зал. Тебя толпа заряжает или, наоборот, напрягает? Нет, мне как бы, если честно, я привык подраться с болельщиком, с болельщиком. Наоборот, когда болельщики, наши братья приходят, наоборот, заряжают, как бы с себя дома выходишь. И я два раза в Чечню подавался, там, на AC Angels. Вообще, наше никого не было, кроме моей секунданты. Там все против меня болели. Ну, я выхожу там, как бы, ну, подрался, выиграл. И я думаю, наши братья, если приходят, наоборот, это радует и заряжает то, что как бы у себя дома. Москва стала такой, как будто второй Таджикистан, когда турнир проводят. Все наши братья собираются. Это, да, это сто процентов. Мне кажется, в каком бы городе ни выступали наши ребята, что Краснодар, что Санкт-Петербург. Кстати, я завтра поеду в Санкт-Петербург, там будет турнир ACA, в котором будет выступать Атулум Муминов, наш земляк. Вот, я буду, в частности, еще болеть за Юсуфа Раисова и за Мехди Дакаева. Вот, и я не сомневаюсь, что и там придут наши земляки. Дурабжон, последний вопрос я тебе задам. Что хочешь сказать нашей публике? Нашей публике. Хой точке, Габзан? Болеещик, я не могу. Баруя хама, баруя доройки до Москвы. Харуя дорей. Мюэн досгири мэк нэн бачо, рахмати колон. Бюэн, дахмда, кам тар хрусан к нейхтон да, да, саршавизи мистон. Рахмати, баруя ки досгири мэк нэм ура. Мы бороюсь с ул адуну, баруя ки, то и нахамиру за мэрду мэн овешит, мне гув так, кай турнир мешал до Москвы. Хама интезори, анахамин, мусобикан. Во, баяк момент, дига, гув там и хоумки, мумкин ки дар анахин мусобикан, баяк фай три, дига, дига рам асту джекистон, фай три туджек мумкин ки бару маткана. Дустом, хаматра интезори, дохуми ноябр. Кстати, вот, хочу тоже отметить, здесь должен был быть еще Мариф Пираев. Мы должны были втроем записать интервью. Вот, такая вот, знаете, вот, пожелание мое, да, там, остаться возле боя Дороба, хотя Дороб сам после боя скажет в микрофоне. Спасибо, Дороб Джон. Худонига бомбаш. Спасибо. 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 Спасибо.